Юные лобинские пловцы вместо привычных заплывов сегодня проводят тренировки в тренажерных залах спортивной школы «Лидер». Плавательный бассейн закрылся на ремонт. К работе строители приступили в начале января. В помещении планируют установить современную систему вентиляции. Старое оборудование с этой задачей не справлялось. В результате на стенах и на потолке начал развиваться грибок. Кто посещал нас бассейн, видел, что стены были покрыты грибком, штукатурка частично обваливалась. Но это как-то внешние проблемы, а внутри могло быть и хуже. Поэтому были выделены деньги благодаря Ивану Петровичу, деньги за Исковские. И были проведены торги, подрядчик выиграл, сейчас ведутся работы. Произвести капитальный ремонт доверили строительные организации «Регионстрой». Им предстоит выполнить большой объем работ. Чтобы избавиться от грибка, который прочно поселился на стенах бассейна, необходимо снять всю штукатурку до кирпичной кладки. И только когда обработают зараженную поверхность специальными смесями, строители приступят к отделочным работам. Стены будут покрыты соответствующим материалом, который позволит содержать их в надлежащем состоянии. Мы надеемся, что бассейн будет функционировать, и стены будут хорошими, потому как помимо обработки стен были установлены вентиляционные агрегаты, очень мощные. Будут проведены вентиляционные трубы, которые будут вытягивать влажный воздух, и будет поступать теплый, свежий воздух, который будет сушить стены. И воздух, то есть климат внутри бассейна будет соответствующим нормам. Чтобы не повредить чашу бассейна, ее пришлось закрывать полиэтиленом. Одно – закрывать плотными резиновыми ковриками. Строители стараются проводить работу аккуратно, а главное – качественно и быстро. Оборудование для вентиляции уже установлено на крыше здания. Система подведена и к помещению. Как только завершатся отделочные работы, приточно-вытяжная установка будет смонтирована полностью. Она обеспечит и вентиляцию воздуха в бассейне, и его осушение. В целом, ремонтные работы рассчитаны на три месяца. Их планируют завершить в конце марта. Но, несмотря на то, что бассейн закрыт, многие дети продолжают заниматься плаванием. Только на других водных объектах города. Тренера, которые не были в отпуске, ушли в отпуск. Тренера, которые готовят детей к участию в спартакеаде, ведут учебно-тренировочные занятия на базе санатория ЛАБА. Мы очень благодарны, что руководство санатория ЛАБА пошли нам навстречу. Предоставили время для проведения учебно-тренировочных занятий. Также огромная благодарность родителям, которые понимают и помогают привозить детей на тренировки. Поэтому тренировочный процесс, в принципе, прекращен частично. Есть договоренность со спортивными залами, проводится сухая тренировка. В общем, тренировочный процесс частично ведется, частично приостановлен. Фасад закончен ремонта бассейна, кровля тоже завершена. В общем, так сказать, завершающий этап ремонта. Я думаю, что все будет сделано как надо. Бассейн будет работать. По контракту строительные работы должны быть завершены 30 марта. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.